Это про какую-то женскую энергию женщины, матери, дочери, которая созидательная, которая оберегающая. Речь о женщинах, героинь художников, тех самых красивых и невинных, а иногда и по-некрасовски сильных представительницах прекрасной части человечества. 30 произведений, написанных с 18 по 20 век, привезли в край прямиком из Государственного русского музея. И даже в самых разных экземплярах общая направленность. На протяжении всех веков, всех трех веков, стремление обрести свой голос, свою независимость, свое право на что-нибудь. Сначала на простые решения, потом на профессию, потому что очень тяжело и трудно художницам приходилось отставить свое право. Самый яркий пример – автопортрет Остроумовой Лебедевой. Анна Петровна могла изобразить себя отдыхающей, но предпочла показать рабочие будни. Атмосфера сильной женщины прослеживается и в других картинах советского времени. В одном из залов представлены картины рабочего класса. То есть здесь переданы именно, поскольку портреты, то по большей части это эмоции. Если достаточно долго обращать внимание на картины, то эмоции читаются. То есть это интересно, особенно действительно на картинах, которые в реалистичном стиле нарисованы, то есть исполнены там, уже видно намного больше эмоций. А вот от имперских картин, нарисованных в стиле классицизма, веет закрепощенностью. Особенно интересно княгиня Мария Федоровна, ведь рядом с ее портретом висит картина, нарисованная самой императрицей. Мужской такой довольно брутальный портрет, портрет кучера. Мы подумаем, почему здесь кучер? А этого кучера написала сама императрица. А как написала? Мастерски, как настоящий художник. А почему? Потому что она получила прекрасное художественное образование. Ее учителем был замечательный русский художник Боголюбов. Закрались среди портретов и четверо мужчин. Они вошли в выставку из-за того, что их авторы – женщины, притом изображены все с глубоким уважением. На их фоне забавно выделяется синий портрет Бобы Михайлова. Интересный, как бы он такой примитивный портрет, но он и выражает суть и название Бобы. Эта коллекция была предоставлена в честь 65-летия художественного музея Алтайского края. Продлится она до 5 ноября. Празднование юбилея продолжится до конца года. Следующую крупную выставку посвятят лучшим работам, поступившим в учреждение культуры за последние 5 лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.